Это я. У меня много дел и совсем нет времени на психотерапию. А это я в 3 часа ночи залипаю в сериал. Это я с подругой в баре. Меня опять бросила девушка. Это тоже я. Не понимаю, что со мной не так. Одна сессия с психологом – это всего 50 минут. Регулярная сессия с психологом помогает изменить жизнь к лучшему. Привет. Привет. Боже мой, Барби-ведущая. Марго Робби. Известная австралийская актриса и кинопродюсер, в копилке которой уже множество выдающихся работ и номинаций на самые престижные кинопремии, в том числе «Оскар». В этом видео мы познакомим вас поближе с одной из самых востребованных звезд современного кинематографа и расскажем интересные факты о ее жизни. Микс-шоу представляет Марго Робби. Как живет голливудская Барби и сколько она зарабатывает? Марго Элис Робби родилась 2 июля 1990 года в австралийском городе Делби в семье шотландцев. Марго – третья из четверых детей фермера Дуга Робби, бывшего владельца сахарной плантации и физиотерапевта Сары Кеслер, работа которой связана с детьми-инвалидами и пожилыми людьми. Когда нашей героине исполнилось 5 лет, ее отец ушел из семьи. После развода дети не общались с папой, а он, в свою очередь, не поддерживал их финансово. Поэтому мать была вынуждена в одиночку поднимать детей. Так как Саре приходилось много работать, Марго, ее сестра и два брата провели свое детство в прибрежном городе Голдкосте на ферме дедушки и бабушки. С ранних лет девочка была приучена к труду и сейчас может похвастаться тем, что умеет доить коров и колоть дрова. Трудолюбивой и целеустремленной Робби была и в школьные годы. Она посещала всевозможные кружки – гребля, танцы, софтбол и, конечно, театральная студия, откуда у нее и появилось желание стать известной актрисой. Также Марго посещала цирковое училище, где преуспевала в гимнастике. Еще одной страстью девочки был серфинг. Она могла часами пропадать на пляже, чтобы поймать волну. В старших классах Робби впервые влюбилась. Ее избранником стал Мэтью Томпсон, который учился в той же школе. Забегая вперед, стоит сказать, что спустя годы юношеская влюбленность прошла, а вот приятные воспоминания остались. Когда Марго, уже будучи известной актрисой, приезжает на родину, она обязательно встречается с Мэтью, чтобы повспоминать прошлое. После окончания школы наша героиня поступила в частный колледж Соммерсет. В свободное от учебы время Марго, желая помочь матери, нашла себе сразу три подработки – официанткой, горничной и продавщицей в магазинчике на пляже. Кстати, подрабатывает Робби с 10-летнего возраста. Ее первой работой была полировка столовых приборов в ресторане. В 17 лет девушка окончила колледж и на накопленные деньги купила себе билет в Мельбурн, где планировала построить карьеру актрисы. К тому моменту у нее уже был небольшой опыт съемок. Она появилась в нескольких рекламных роликах и в малобюджетных фильмах. Правда, играла там эпизодические роли и даже не была указана в титрах. В Мельбурне Марго приходилось не сладко. Днем она училась на курсах актерского мастерства, потом бежала на всевозможные кастинги и прослушивания, а вечером работала продавщицей бургеров в сети быстрого питания Subway, чтобы иметь возможность оплачивать обучение. Вскоре удача улыбнулась начинающей актрисе, и в 2007 году ее пригласили сняться в триллере «Я вижу тебя». Правда, производство фильма затянулось, и он вышел на экраны спустя два года. Затем девушка появилась в боевике «Виджеланте» и сыграла эпизодические роли в сериалах «Отдел убийств», обзор с Майлзом Барлоу и «Слон и принцесса». В 2008 году Робби пришла на кастинг популярного австралийского сериала «Соседи», который к тому моменту транслировался на ТВ уже более 20 лет. Девушка не надеялась получить роль в этом успешном проекте, поэтому сразу после проб, не дождавшись результатов, отправилась в отпуск в Канаду с Мэтью Томпсоном, с которым тогда еще встречалась, чтобы покататься там на сноуборде. Однако не успела Марго покорить и одной вершины, как ей пришло СМС, что она утверждена на роль модельера Донны Фридман. Актриса незамедлительно вернулась в Австралию и приступила к съемкам. Интересно, что изначально роль Донны должна была быть лишь гостевой. Но создатели сериала были настолько впечатлены работой Робби, что сделали ее постоянным участником проекта. Кстати, наша героиня является первой актрисой, сыгравшей бисексуального персонажа на австралийском телевидении. Мало того, она поцеловалась на экране с коллегой по фильму Ханни Ли, за что подверглась критике со стороны Австралийской семейной ассоциации за нормализацию однополых отношений. Съемкам в сериале Марго посвятила почти три года и за это время была удостойна двух номинаций на премию Australian Loggy Awards, а также гонораров в 5000 долларов за серию. Несмотря на успешную работу на австралийском телевидении, Робби мечтала покорить Голливуд, о чем сообщила создателям сериала, которые должны были вывести ее персонажа из проекта. Девушка хотела, чтобы ее героиня была драматически убита, но вместо этого сценаристы решили отправить Донну в колледж, чтобы у Марго была возможность вернуться в сериал на случай, если ее переезд в США окажется неудачным. В 2011 году актриса переехала в Штаты, но там ее никто не ждал с распростертыми объятиями. Актрисе пришлось вновь ходить на кастинги, которые поначалу заканчивались неудачно. К примеру, Марго пробовалась на роль Эбби Сэмпсон в сериале «Ангелы Чарли», но продюсеры отдали предпочтение Рэйчел Тейлор. Тем не менее, ей все же досталась одна из главных ролей в сериале «Пен Американ». Правда, первый сезон получился провальным, поэтому проект закрыли. Но именно роль стюардессы Лоры сама Робби считает своим стартом в Голливуде. В 2013 году девушка снялась в романтической мелодраме «Бойфренд из будущего», а также в нашумевшей киноленте «Волк с Уолл стрит» с Леонардо Ди Каприо и Джоной Хиллом в главных ролях. Интересно, что Робби и не надеялась сняться в фильме Мартина Скорсезе, поэтому после того, как отправила портфолио, сразу же уехала в отпуск в Лондон, где как раз праздновали бриллиантовый юбилей правления королевы Елизаветы II. Как и в случае с сериалом «Соседи», актрисе пришлось прервать отпуск, чтобы явиться на кастинг. К слову, с королевской семьей девушку связывает еще одна история. Дело в том, что в свое время Марго приписывали роман с принцем Гарри, который славился своей любвеобильностью, однако отношения молодых людей ограничились флиртом в социальных сетях. На кастинге «Волк с Уолл стрит» начинающей актрисе предстояло сыграть сцену семейных разборок с кумиром своего детства Ди Каприо, который начал импровизировать и в конце реплики добавил «А теперь поцелуй меня», на что растерявшаяся Робби ответила звонкой пощечиной. В тот момент на площадке выцарилась абсолютная тишина, во время которой Марго уже поставила крест на своей карьере и прикидывала сумму компенсации. Но вскоре тишину нарушил громкий смех Лео, который был в восторге от импровизации австралийки. После этого у режиссера не осталось сомнений, кто сыграет жену Джордана Белфорда. Роль в фильме «Волк с Уолл стрит» стал одной из самых ярких в карьере актрисы и принесла ей номинацию на премию канала MTV в категории «Прорыв года», а также гонорар в 348 тысяч долларов. Кстати, на премьеру киноленты Робби пригласила всех родственников, кроме дедушки и бабушки, так как переживала, что они не вынесут участие любимой внучки в эротических сценах. Впрочем, и самой актрисе они дались непросто – перед их съемками она для смелости выпила три стакана текилы. Тогда Марго даже приписывали роман с Ди Каприо – папарацци засекли актеров в совместном отпуске в Майами. Однако знаменитости никак не прокомментировали эту информацию. После выхода фильма «Волк с Уолл стрит» на Робби обрушилась волна славы и повышенного внимания, которая настолько давила на актрису, что она даже хотела завершить карьеру, но ее мать отговорила от этого. В 2014 году девушка снялась в военной драме «Французская сюита», на съемках которой познакомилась со своим будущим супругом Томом Аккерли. Том являлся ассистентом режиссера и поначалу между молодыми людьми были только дружеские отношения. Кстати, в том же году наша героиня совместно с Аккерли и несколькими общими друзьями основали собственную продюсерскую компанию Lucky Chap Entertainment, название которой было вдохновлено Чарли Чаплином. В 2015 году актриса сыграла эпизодическую роль в фильме «Игра на понижение», а также исполнила главные роли в фантастическом триллере «Зет значит Захария», за съемки в котором получила гонорар в 667 тысяч, и в криминальной драме «Фокус», которая принесла ей номинацию «Лучший поцелуй» премии канала MTV. По итогу года Робби также была номинирована британской академией как восходящая звезда. В тот период внимание СМИ было приковано и к личной жизни девушки. Во время съемок киноленты «Зет значит Захария» она закрутила роман с арт-директором Генри Айткином, но после завершения съемочного процесса их роман сошел на нет. Также Марго приписывали отношения с Уиллом Смитом, ее партнером по фильму «Фокус». По некоторым данным, в то время актер расстался со своей супругой и проводил много времени с Робби. Однако вскоре знаменитости опровергли слухи, сообщив поклонникам, что они просто друзья. Тем временем отношения Марго с Томом Аккерли перешли на новый уровень. Между друзьями вспыхнула любовь, и вскоре Том сделал возлюбленное предложение. Свадьба прошла в декабре 2016 года в Австралии. Церемония была закрытой, а гости узнали о месте проведения в последний момент, чтобы информация не просочилась в СМИ. Забавный факт. В одном из интервью актриса пошутила, что вышла бы еще раньше замуж, если бы знала, что Аккерли засветился в ее любимой кинофраншизе. Дело в том, что Робби является большой поклонницей творчества Джоан Роулинг. А Том как раз снимался в серии фильмов о Гарри Поттере в роли студента Хогвартса. В том же 2016 году фильмография Марго пополнилась кинолентами «Репортерша», «Тарзан. Легенда» и «Отряд самоубийц», в котором она сыграла роль Харли Квинн, подружки Джокера. На съемках картины произошел курьезный случай. Джаред Лето, исполнивший роль Джокера, не смог присоединиться к другим актерам в первые дни съемок и решил прислать подарки в стиле своего персонажа. Робби он прислал любовное письмо и черную коробочку, из которой выпрыгнула крыса. По словам девушки, это был самый неожиданный и запоминающийся подарок в ее жизни. Фильм оказался коммерчески успешным, собрав в прокате около 750 миллионов долларов. При этом получил отрицательные отзывы критиков. «Отряд самоубийц» был удостоен Оскара за лучший грим, но наряду с этим был дважды номинирован на антипремию «Золотая малина». Сценарий картины и игра актеров разочаровали зрителей. Однако критика обошла стороной Марго. Харли Квинн в ее исполнении была великолепна. К слову, в следующий Хэллоуин образ Харли стал самым популярным. За роль в картине актриса была удостоена номинации на премию «Сатурн». В 2017 году наша героиня снялась в биографических драмах «Прощай, Кристофер Робин» и «Тоня против всех», в которой сыграла американскую фигуристку Тоню Хардинг, прославившуюся рядом скандальных событий. Работа над этим фильмом являлась самой сложной в карьере Робби, так как ей предстояло практически с нуля учиться кататься на коньках. К тому же в этой картине девушка выступила и в роли продюсера, что также возлагало на нее груз ответственности. Усилия Марго были не напрасны, и за лучшую женскую роль в этой картине она была номинирована на премию гильдии актеров «Бафта», «Золотой глобус» и «Оскар». В 2018 году актриса озвучила фантастическую комедию «Кролик Питер» и мультфильм «Флопси тормашками», а также снялась в короткометражке «Данди. Сын легенды. Возвращается домой», которая была создана для привлечения туристов на родину Марго в Австралию. В том же году ее фильмография пополнилась кинолентами «Конченая», «Правила бойни» и «Две королевы», в которой она исполнила роль Елизаветы Первой. При этом роль Марии Стюарт досталась Сирше Ронан. По сценарию их героини борются за трон, однако в реальной жизни девушки являются хорошими подругами. Изначально Робби отказалась от роли из-за того, что боялась не соответствовать историческим изображениям королевы. Однако режиссер фильма убедил ее принять участие в проекте. Для того, чтобы Марго была максимально похожа на Елизавету, перед каждым съемочным днем ей три часа наносили грим, превращающий ее в рыжеволосую женщину с изуродованным оспой лицом. За роль в фильме актриса была номинирована на премию Гильдии актеров и BAFTA. В 2019 году наша героиня снялась в комедийном сериале «Куколка», триллере «Страна грез» и драме «Однажды в Голливуде», где ее партнерами по съемочной площадке выступили Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Робби сыграла свою коллегу, 26-летнюю актрису Шерон Тейт, которая в 1969 году была зверски убита участниками секты Чарльза Мэнсона. За эту роль Марго была номинирована на премию BAFTA. В том же году актриса порадовала поклонников еще одной работой, снявшись вместе с Шарлиз Терон и Николь Кидман в драме «Скандал». Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о начале краха генерального директора телеканала Fox News Роджера Айлза, обвиненного в сексуальных домогательствах по отношению к сотрудницам. Кинолента получила высокие отзывы критиков, а сама Робби за свою роль была удостойна номинации на премию гильдии актеров BAFTA, Золотой глобус и Оскар. В 2020-м Марго исполнила главную роль в фильме «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн», за которую была номинирована на премию Сатурн и получила гонорар в 10 миллионов долларов. В следующем году она вновь появилась в роли Харли Квинн, но уже в фильме «Отряд самоубийц. Миссия на вылет». Также Робби озвучила одного из персонажей в фантастической комедии «Кролик Питер 2». В 2022-м актриса повторила свою роль Донны Фридман в финальном эпизоде сериала «Соседи», а также снялась в комедии Амстердам и драме «Вавилон», за роль в которой была номинирована на «Золотой глобус». На данный момент наша героиня продолжает активно сниматься в кино и летом 2023-го порадует поклонников участием в фильмах «Город астероидов» и «Барби», в котором предстанет в образе известной куклы. А вот Кена в картине сыграет Райан Гослинг. По предварительной информации, за роли в фильме Марго и Райан получили по 12,5 миллионов долларов. Благодаря проекту «Барби» Робби стала самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде и единственной, чей гонорар за прошедший год превысил 10 миллионов. На сегодняшний день состояние знаменитости оценивается в 40 миллионов, которые включают в себя не только гонорары за фильмы, но и рекламные контракты. В свое время Марго снялась в фотосессии для авиакомпании British Airways, а также появилась в рекламном ролике линейки электромобилей Nissan. В 2016 году она стала лицом аромата Келвин Клайн «Deep Эйфория», а спустя два года послом бренда Chanel. Кстати, она была последним амбассадором, выбранным Карлом Лагерфельдом перед его смертью. За годы своей карьеры актриса неоднократно входила в число не только самых красивых, но и самых влиятельных голливудских звезд. Робби ведет активную общественную деятельность, она выступает за права женщин и ЛГБТ. Также Марго уделяет внимание благотворительности. К примеру, в 2015 году она помогла собрать 12 млн долларов, которые были направлены в общественные организации по всему миру, в том числе в фонды помощи людям с ограниченными возможностями и беженцам. У Робби есть необычное хобби – делать татуировки. У нее есть своя тату-машинка, которую она всегда носит с собой. Во время съемок фильмов девушка часто делает маленькие татуировки режиссером и другим актером. На ее счету уже около ста работ. Знаменитость владеет несколькими объектами недвижимости. В 2017 году она купила особняк в престижном районе Хэнкок-парк в Лос-Анджелесе за 2,7 млн долларов. Двухэтажный дом площадью более 300 квадратных метров включает в себя четыре спальни, 4,5 ванных комнаты, гардеробную, современную кухню, просторную столовую и несколько уютных гостиных. Помимо особняка на территории расположен гостевой домик с баром, бассейн и спа. Спустя 4 года Робби выставила недвижимость на продажу за 3,5 млн. В 2018 году Марго заплатила 950 тыс. долларов за скромный дом в Лос-Анджелесе в районе Голливудских холмов. Домик площадью 88 квадратов включает в себя две спальни, каждая из которых имеет выход во внутренний дворик – одну ванную комнату, гостиную, открытую кухню, столовую и кабинет. Вскоре после его покупки знаменитость сдала жилье в аренду за 5 тыс. долларов, а спустя 2 года вовсе выставила на продажу за 1,2 млн. долларов. В 2019 году актриса купила дом в Лос-Анджелесе в районе Венис за 5 миллионов, в котором все продумано до мелочей. Собственно, большую часть времени Робби проводит именно там. Также в собственности голливудской звезды есть несколько объектов недвижимости в Лондоне, где много времени проводит супруг Марго. Известно, что в 2019 году актриса купила два дома в Австралии – один для сестры, второй – для матери. Объекты недвижимости находятся на одном земельном участке и обошлись нашей героине в 1,8 млн. Кстати, в 2014 году девушка выплатила ипотеку своей матери в качестве подарка на юбилей. В 2018 году был выставлен на продажу дом, в котором выросла знаменитость. Правда, в нем был сделан ремонт, после которого он потерял прежний вид, которым его помнит Робби. К слову, пока у актрисы нет детей, но когда появятся, она мечтает, чтобы они подрастали в Австралии. Помимо домов, Марго владеет большой коллекцией автомобилей, которая включает в себя такие модели, как Ауди А6, Cadillac Escalade, Hyundai XL, Ford Mondeo, Ford Explorer и Nissan Leaf. На сегодняшний день фильмография актрисы включает около 40 работ. А какой фильм с участием Марго Робби нравится вам больше всего? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.